30 дней, как я прожила без сахара. Скажу вам по секретику, это невероятный комфорт. Но когда у меня тело болеет, удовольствие получить крайне сложно. И я поняла, что все, вот эта точка не возврата. Ребят, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу с вами поделиться одним важнейшим событием в моей жизни, а именно тем, что 30 дней, как я прожила без сахара. Надо сказать, что когда я слышала вокруг, что люди отказываются от сахара, что они ставят себе какие-то там цели на эту тему, сроки и так дальше, мне казалось это чем-то нереальным. Правда, то есть отказаться от сахара на 30 дней раньше не представлялось возможным. При том, что когда я худела, вот вы видите мою фотку до, действительно в тот момент, в большую часть своей жизни я сахар не ела. То есть примерно год я прям очень все соблюдала. Но в 2021 я слишком погрузилась в работу и все ресурсы направляла туда. И получилось так, что на питание вот забила максимально. Хотя ставила себе какие-то цели, пыталась начинать, даже какой-то челлендж себе в инстаграм, по-моему, делала. Ну в общем, я хочу поделиться своими выводами и тем, что я чувствую, и почему я это сделала. Во-первых, я увидела свои анализы. В декабре я пошла сдавать все-все свои анализы. И увидела, что инсулин у меня 10,3. Это достаточно много, норма для нас с вами. Это 6,6 показатель. Соответственно, к нему стоит стремиться и, в общем-то, балансировать именно в пределах данной цифры. Если вы зайдете в гугл, давайте вот сейчас мы вместе с вами погуглим, вы увидите, что пишут норму от 2 до 25. Ну это прям абсурд. Поэтому если вы сомневаетесь вообще в том, как вы себя чувствуете, все ли у вас окей, да, в плане там сахара и прочее, я рекомендую вам пойти и сдать анализы, найти хорошего врача. Это первое и, в принципе, самое главное. Вы знаете, я вообще поняла, что я такой человек, которого мотивируют реально уже такие серьезные проблемы. То есть меня не особо мотивировало то, что отказавшись от сахара, я буду лучше себя чувствовать. Потому что это действительно так, у тебя нет скачков сахара, нет скачков настроения. Раньше, допустим, я могла на ночь поесть что-то сладкое, у меня сразу поднимался сахар, я это прям чувствовала и плохо спала. Сейчас такой ситуации нет. Почему? Потому что все всегда в норме. Соответственно, скачков сахара нет. Когда был мой максимальный вес, меня смотивировало на старт похудения, а именно в тот момент я похудение начала с того, чтобы разобраться в том, что у меня в голове, как я себя чувствую, как мне надо меняться и прочее. И в тот момент мне было так тяжело ходить, мне так давил вот этот вот весь вес на щиколотки. Это просто, может быть, странно звучит, но это реально так. И потом я подумала, что все, наверное, стоит заниматься своим весом. И приняла ту мысль, что заниматься своим весом и своим телом я буду на протяжении долгого периода времени. Тут то же самое. Вот увидела анализы, вы сейчас видите тоже на экране, и я поняла, что все, вот как бы эта точка не возврата. Я сдала полный спектр анализов, которые мне прописал врач. Если вам нужен врач, вы мне напишите, я вам дам контакт. Соответственно, она дала мне список анализов, я сдала и назначила все добавки, которые необходимы. Сейчас на протяжении двух месяцев у меня такое основное лечение. Я вам сейчас покажу, как вообще обстоят дела с тем, сколько я употребляю всех этих добавок. Также у меня выявился гемоглобин, по-моему, низкий. Плюс у меня низкий, просто низжайший витамин D, 17, чтобы вы понимали. А мне надо бы 100. Почему еще у меня может быть низкий витамин D? 15 лет своей жизни я прожила на севере, в городе Лангипас, в Хантаматийском автономном округе. Соответственно, мы жили в холоде на севере. Количество витаминов было примерно ноль. Ну и, соответственно, вот такие последствия. В 30 лет я впервые узнала вообще, что такое витамин D. И, в принципе, узнала, что, оказывается, ЖКТ напрямую влияет на наш иммунитет. И я начала вот этот весь процесс. Какие выводы? Первое, я за этот месяц, за первые 30 дней, потому что, забегая вперед, я решила, что все-таки я продлю этот челлендж еще на 30 дней. И, наверное, потом еще на 30 дней, скажу вам по секретику. Но пока для своей психики я боюсь слишком длинные отрезки ставить, поэтому я решила, что это будет 30-30-30. И вот я захожу сейчас на вторую тридцатку. Соответственно, я поняла, что мне необходимо вот в этой первой тридцатке было научиться есть рыбу, в которой есть необходимые жиры. Мне надо было присмотреть отношения с мясом, потому что я очень много ела курицы. А курица это не тот продукт, как я уже потом узнала, который стоило бы есть в таких количествах. И вот целый месяц я просто наблюдала за тем, как я реагирую на те или иные продукты. Когда только я решила отказаться от сахара, у меня сразу в голове такой вопрос, да, надо есть много жиров. Да, потому что важно научить организм из жиров извлекать энергию. Я стала есть эти орехи. Я орехи, в принципе, не люблю. Мне было плохо. Потом я поняла, что их надо вымачивать. Ребят, мне стыдно, но я реально не вымачивала орехи, да, до этого всего времени. Ну и, соответственно, от орехов мне было плохо. И я стала есть рыбу. Раньше я могла поесть рыбу типа раз в два месяца. То есть очень редко. Сейчас рыбу я ем через день или каждый день. Почему? Потому что я должна была научиться обеспечивать себя этой самой рыбой, чтобы она у меня была всегда. И в этом самый главный такой вопрос и нюанс для меня был. Собственно, вот этот момент. Наладила сон. Но также сон я сейчас пью курс мелатонина вместе с магнием. То есть у меня там определенные тоже на ночь добавки для того, чтобы расслаблять мышцы, психику и прочее. И я первый месяц сплю реально хорошо. И, конечно, когда у тебя налаживается режим, то есть сложусь я примерно в 12, встаю в 8. И вот так вот в 12.8, в 12.8. В общем, это настолько комфортно, это настолько хорошо. То есть я поняла, что когда я своему телу не мешаю, оно готово жить по вот этим самым часам. Это просто невероятно. Давайте я вам, кстати, покажу несколько моих типичных завтраков. Вот сейчас вы их видите на экране. То есть я ем много. Что еще важно, я не исключила никакой сахар, находящийся, например, в каких-то соусах. То есть может быть я к этому подойду типа через год, но сейчас нет. То есть я убрала очевидный сахар. Это всякие конфеты, шоколадки, там блины, сгущенное молоко, варенье. Очень сладкие сухофрукты тоже для меня сейчас даже некомфортные. То есть я прям крайне редко их ем. Из фруктов я ем все, но в небольших количествах, потому что просто нет необходимости. Яблоки зеленые ем и жду, конечно, сезон фруктов. Много овощей для меня сейчас, максимально сладкий болгарский перец. И тут вопрос вообще не в том, что надо там что-то убрать. А задача отследить, что доставляет комфорт. Потому что если мое тело в комфорте, то я работоспособна. Я могу производить все, что я запланировала, все, что я для себя определила. Понимаете, в чем важность? Я хочу, чтобы мое тело было инструментом для получения удовольствия от жизни. То есть все блага, которые я могу взять, я хочу их взять. Но когда у меня тело болеет, удовольствие получить крайне сложно. И это в том числе и про контакт с собой, и про то, чтобы научиться отслеживать свои реакции. Поэтому вот эти вот 30 дней были очень интересными. Мне было сложно. Вот первые две недели я прям постоянно смотрела на эти конфеты и думала, блин, вот бы сожрать. Но я держалась. Был перекос орехами. Не стоит. Надо пересматривать, в общем-то, все питание. Я буду продолжать во второй тридцатке. Смотреть, что мне заходит, что не заходит. Как мне лучше балансировать вот эти жиры. Обязательно, конечно, салаты. Я даже об этом не говорю. Если надо, я отдельное видео сниму примерно в рациона за день. Ем я три раза в день. Что принципиально важно, потому что я два месяца пыталась научиться есть два раза в день. Многие рекомендуют при повышенном инсулине снижать количество приемов пищи. То есть с трех до двух. Или там некоторые же едят три основных приема и два перекуса. То есть когда у тебя высокий инсулин, это не очень хорошо. Поэтому по-хорошему два раза в день питаться. И, соответственно, первый прием там в районе обеда. У меня не заходит эта история. Мне надо есть три раза в день. Я тогда себя чувствую нормально, полноценно. Я не голодная. И я могу делать все, что я запланировала. Хотя вот я два месяца пыталась. Потом в итоге вечером я нажиралась. Поэтому тоже здесь надо посмотреть. Для чего нам надо снизить количество приемов пищи. Для того, чтобы инсулин успевал опуститься. И таким образом восстановиться. И дальше мы опять что-то едим. И вот таким образом. Единственное, что еще я сделала, это сменила. Ну, точнее так. Стараюсь есть безглютеновый хлеб. Но это по возможности. И сейчас планирую попробовать испечь хлеб из гречки. Он очень полезный. Его все хвалят и рекомендует мой врач в том числе. Поэтому я отказалась от сахара. У меня сразу начались добавки через две недели. И вот сейчас я прохожу этот курс лечения. Хочу прям снизить инсулин. Повысить витамин D. Восстановить все остальные показатели. И быть здоровой. Чтобы летом получить максимальное количество удовольствия от отдыха, от работы, от жизни в целом. И когда у тебя есть в теле ресурс. Я этого вообще, знаете, ребят, раньше не видела. Даже не могла это прочувствовать. Посмотрите, вот как вы думаете, вот эта девочка 100-килограммовая могла ли вообще какой-то ресурс в теле ощущать? Да я со своим телом контакт вообще не имела. Потому что мне казалось, что самая главная моя задача быстро пробежать мимо зеркала, чтобы не посмотреть на все эти жиры, которые во мне были. И постепенно это заняло вот в общей сложности 4 года, наверное, именно налаживание коммуникации с собой. Я вот сейчас понимаю, что огромная благодарность вот самой себе за то, что в тот момент, когда я 4 года встала на путь исцеления своей психики и дальше своего тела. Потому что у меня это происходило именно так. Психика, потом тело. Я себе сказала, что да, я буду заниматься этим всю жизнь. И сейчас вот это позволяет мне не ждать никаких быстрых результатов. Кстати говоря, интересный, знаете, такой момент, что у меня все мое окружение, оно сейчас вообще не говорит про похудение. Мы все говорим про здоровье, про энергию, про ресурсное состояние. Но вообще темы про диеты, они ушли. И это, конечно, меня радует. Ребят, собственно, на этом все. Пишите ваши вопросы. Я никого ни к чему не призываю. И я очень долго даже могла посмеяться над людьми, которые отказываются от сахара. Мне казалось, что это полный бред и прочее. К этому надо прийти через собственный опыт, через собственные ощущения, через желание сравнить ощущения, находясь в состоянии, когда ты много ешь сладкого, и в состоянии отказа. Или кому-то удается есть по чуть-чуть. Вот, например, мне мой врач рекомендует снись сахар, закрепи его, и потом ты можешь иногда позволять себе сладкое раз в неделю, например, раз в две недели есть там свой любимый чизкейк. Потому что я очень люблю, например, чизкейк. Вот, она говорит, просто тебе надо стать таким здоровым человеком, что вот маленький десерт, он вообще никак не повлияет на качество твоей жизни. Собственно, вот такие у меня, друзья, планы. Захожу на вторую тридцатку, зашла уже, и думаю, что еще потом. Продолжу до девяносто дней. Ну, и еще одна привычка, которую мне передала Ира, мой врач, и я, мне кажется, все свое окружение заразила этой идеей, это утром натощак пить приятно теплую воду. Приятно горячую воду, она так называется. Это 40 градусов, когда вы только проснулись, выпить один стакан, можете два стакана, чтобы внутри начала там, по-моему, желчь разжижаться, если я правильно говорю. И, соответственно, вы почувствовали, да, что внутри все расслабилось, и вам легче. И еда, когда вы кушаете уже что-то на завтрак, она лучше проходит, и, в общем, это невероятный комфорт. Все, на этом я завершаю свое видео. Надеюсь, было полезно. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока!